Добро пожаловать на канал о криптовалютах неолайф всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях так биткойн превысил 22 тысячи долларов на фоне заявлений минфина сша фрс и минфин сша выпустили совместное заявление о мерах поддержки банковской системы и согласно ведомствам вкладчики силиконвали банк еще одного закрытого властями банка ассигнатуры банк получит возврат средств полном объеме другими словами включает печатный станок снова текущие проблемы будут заливаться долларами это означает что пока временно оттягивает неизбежное а именно крах видимо еще не время вслед за этим мы увидим снова повышение цен и обесценение валюты также еще одна новость компании сёкол обещали покрыть любой дефицит в обеспечении стейблкойна юсдси и компания сёкол будет использовать и корпоративные средства и внешний капитал для поддержки юсдси если не удастся в свое время и полностью вернуть часть резервов стейблкойна которая хранится на счетах силиконвали банк и своем блоге сёкол заявляет что выпуск и погашение юсдси ограничены рабочим временем американских банков операции с ликвидностью юсдси возобновятся в обычном режиме после открытия американских банков понедельник утром и как регулируемый платежный токен юсдси по-прежнему будет меняться к доллару сша в отношении один к одному говорится в заявлении и на фоне заявления сёкол курс юсдси начал восстанавливаться компания риппл все еще нанимает сотрудников в то время как большинство компаний сталкивается с неопределенностью из-за краха банка в силиконовой долине в то время как большинство компаний ориентированных на криптовалюту за последние два года сократили большую часть своей рабочей группы компания риппл делает прямо противоположное это очень позитивный момент Также еще компания Ripple открещается от рухнувшего силикон-валебанка. И Брэд Гарлинхаус, генеральный директор компании Ripple, дал четко понять, что компания не подвержена заражению от рухнувшего силикон-валебанка, который был нашим партнером и держал часть нашего денежного баланса. К счастью, мы не ожидаем никаких перебоев нашей повседневной деятельности и уже владеем большей частью наших долларов США с более широкой сетью банков-партнеров. И очевидно, что много еще неизвестно о том, что происходит с этим банком. И как в случае со многими другими, мы надеемся вскоре получить более подробную информацию. Но будьте уверены, что компания Ripple остается в сильном финансовом положении. Также еще Kit.com говорит, получите свои деньги. Первым делом в понедельник. Банки США находятся в беде. Экстренное совещание ФРС. Депозиты могут быть заблокированы. Возможны лимиты вывода. И в момент, когда рынки рухнут, ваши банковские депозиты, которые банки США используют для инвестирования, могут оказаться в опасности. Наличные все еще являются королем. Уходите из банков немедленно. Зак Ректор говорит, что центральные банки покупают золото и встречаются с представителями компании Ripple. CBDC от Ripple в прямом эфире на XRP Ledger. Ripple собирается победить SEC. Также банки в Америке терпят неудачу. А ОДЛ, где используется XRP, растет как лесный пожар за пределами США. И в заключении видео, Jack the Ripple пишет, что то, что сейчас начинает происходить, это будет не просто финансовый крах, как в прошлом. Это будет эволюция денег. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok